здравствуйте с вами людмила вторая часть декоративные веточки рябины я беру две веточки скручивала я по 10 оборотов соединяю где зак у меня закончилась скрутка вот так соединяю и скручиваю вот я скрутила оставляю проволочку как есть беру следующую и тут у меня скрутки не хватает я все скручивала по 10 оборотов и вот так я примеряю и мне не хватает скрутки чтобы все я так не делала чтобы тут было бы более ровно поэтому я беру одну веточку и скручиваю примеряю сколько мне нужно докручиваю тогда скрутка ровнее если мы бы все закрутили бы то вот тут было бы неровно когда вы скручиваете если у вас тут получается неровности сильно крепко прям зажимаем и крутим не даем скрутки идти влево просто вот так крепко крепко держим и внутри подкручиваем только внутри проволочки вот тут и она у вас уравняется видите я держу я не даю уйти и подкручиваю я уже много раз показывала этот вариант и теперь я добавляю третью веточку чтобы она была бы у меня со всеми ягодками одинаково и вот этот то что я вам вначале показывала создается объем длинные веточки сейчас вам покажу видите откуда она у меня пойдет вот как я вот тут вам показывала на на разной высоте и здесь и складываю и начинаю скручивать придерживаю и скручиваю уже ножку и тут также скрутили сколько вам нужно зажали и подкручиваем только середину скрутки тогда будет более ровно я вам тут увеличила в два раза чтоб видно было ну вот такую веточку сделали я делала из трех но можно добавить вот такую веточку опять уравниваю я с ягодками видите сколько у меня не хватает скрутки я беру и докручиваю измеряю и докручиваю я докрутила и добавляю вот такую веточку без ягодок я вот так по три делала видите но так как я вам показала без ягодок то я щас добавляю я специально скрутила для объема веточки моего же так ведь я думаю видно будет и опять использовала вот эту от природы взяла и скручиваю все вместе я скрутила только чтобы держалась всю веточку я не закручивают теперь я выпрямляю проволочку и закрываю флор лентой потом можно поправить ягодок много объемные именно я показываю как создать объемную веточку теперь я беру флор лентой и закрываю ножку я беру примерно с последней веточки и закрываю закрываю не до конца лишнюю не закручиваю чтобы он не веточки были тоненькие я вот такой сорт рябина выбрала и крутим веточек столько сколько вам нужно следующее что я делаю я соединяю несколько веточек можно соединить на одной высоте можно вот так соединить это уже вы смотрите как вам понравится и теперь я беру закрываю уже две две ножки флор лентой я уже из ягодок сделала уже вот такую самостоятельную веточку двойную можно три веточки приложить можно оставить одну веточку и уже прикручивать к стеблю вот так и скрутила чтобы у не создавался объем вот такая веточка я хоть делаю рябину но вот такие веточки очень красиво смотрятся в композиции можно вазе составить композицию то можно даже не опускать ягодки вниз но выбрать какие-нибудь цветочки и добавить что можно оставить именно ягодки вверх и очень будет красивый букетик выглядеть но у нас рябина поэтому я загибаю вниз я просто беру вот так загибаю вниз в одну сторону в другую и раздвигаю ножки чтобы они были бы на разной высоте потом еще конечно им можно поправить вот такие две веточки кто видел и рябину тот видел что не на каждой веточке есть ягодки так как у меня тут листиков нету для объема я как раз так сделаю я я возьму проволочку вот эту проволочку и прикру прикручу без ягодок можно это делать можно это не делать она может в любую сторону смотреть тут ягодок у меня нету и я начинаю прикручивать уже готовую веточку двойную к стеблю поэтому я взяла тоненькие веточки но можно взять и потолще потому что есть рябина с такими толстыми веточками но я именно сделал такой сорт который я вижу в окно до пятого этажа растет такая нежная нежная все ветки вверх все ветки вверх только ягодки вниз идут и начинаю прикручивать стеблю можно одну веточку вот такой ягодки сделать но я вот прик прикручу еще веточку сейчас посмотрю длину и прикручиваю так хочу показать смотрите как я прикручиваю целиком веточку я оставляю и беру вот эту веточку также я буду прикручивать сейчас поправлю чтобы мне удобнее было вот так начинаю прикручивать чтобы именно веточка было они ягодки и вот прикладываю и прикручиваю это сейчас мне сложно показать но я вам покажу когда прикручу вот так прикручиваю чтобы именно ствол веточки виден был и скручиваю дальше флор лентой я флор лентой закрываю все все проволочки чтобы у меня потом веточки не крутились это очень важно хоть у меня проволочки тоненький но крутиться ветки не должны я сделала четыре веточки можно больше сделать но вот я вам показываю четырех веточек вот эту веточку который я сейчас крутила они у меня все разные вот такая веточка у меня это я вам показываю чтобы вы тоже все по-разному крутили видите у меня тут по одной веточки там я сделала двойные а тут вот тут у меня двойная веточка видите стебель у меня видно для объема тут одна веточка вот такая веточка рядом видите одна веточка двойная и вот такая веточка но это я просто так а вот как вздумалась так и крутила вот тут я сделала тоже без ягодки можно оставить вот так и и поставить вазу вот просто расставить вазу и будет красиво но я сделаю из четырех две ветки не так хочется вам показать сборку вот например беру вот эту веточку и прикладываю потому что можно сделать много веток вот примерно вот так сложила я можно одну ветку сделать только не зажимайте вот так что все ягодки были бы хотя можно и так сделать и скручиваю беру флор ленту и из двух веток делаю одну и начинаю скручивать можно при скрутке добавить еще горсточку вот сюда одну веточку уже с ягодками вот так скручиваю сколько оставить это зависит от вазы я взяла вот такую маленькую но можно сделать большую ветку и в большие вазы поставить вот и у меня осталась лишняя проволочка я примеряю хочу чтобы вот это видно было бы и лишнее я чипну просто беру и отщипываю вот я поставила вазочку насыпала крупу одну веточку мы сейчас я буду смотреть наверное эти веточки я не буду соединять а подберу именно по высоте будет тогда у меня три веточки почему лучше в одну веточку не делать в одну веточку делать если у вас много таких больших веточек но чтобы вазе удобнее было бы красиво поставить то лучше когда их несколько сейчас я их видел не готовы я просто составлю композицию и у меня получится одна веточка 1 а тут я сделала двойную вот я уже поставила вторую веточку хотя мне хотелось тоже их объединить но можно и не объединять и ну вот если вы сделаете вот такие веточки и их объедините в 2 а потом 2 вместе получается 4 и еще такую же веточку сделаете то у вас получится а огромный букет ягод вот смотрите я докручиваю то что у меня не было докручено я докручиваю если не хватает толщины можно добавить еще просто добавить проволочку и скрутить уже стебелью чтобы был бы потолще и главное чтобы ничего не крутилась вот сейчас я это сделаю я сделала третью веточку но это базочка поэтому конечно надо сделать на три стороны и и и если у вас видно это вазочка со всех сторон но вот это уже можно поправить вазочки можно поправить как вам удобно вот такой букет рябины у меня получился вот такой кажется листьев нету но даже без листьев выглядит объемно красиво можно собрать в дерево конечно и посадить в гипс я покрою лаком флор ленту чтобы дольше служила бы только флоры ленту бисер я проволоку не крашу прозрачным лаком и вот такая композиция у меня получилось если вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии я их читаю такая композиция со всех сторон она будет разная или его также можно собрать дерево чтобы зрительное еще лучше смотрелось можно немножечко ягодки приподнять не все вот так приподнять чтобы зрительно больше ягодок видно было бы не сильно но вот чуть-чуть вот эти я поднимать не буду потому что не в ту сторону уходят и вот так покручу и посмотрю видите просто я зрительно одни вниз другие немножко вот веточки приподняла ягодки чтобы создать объем но я думаю так хороший объем получился просто вам подсказываю что не обязательно все вот так вниз и некоторые можно приподнять вот такой букет у меня получился до свидания это настоящее но я думаю у меня не хуже получилось и и природа хорошо красиво и в природе и у нас с бисером и с бусинами я думаю я вам подняла настроение желание творить и радовать себя и других конечно можно собрать и по-другому но у каждого свой вкус поэтому я вам показала как я собрала но можно конечно и собрать как вам нравится главное не зажимайте веточки у нас тут листиков нету чтобы именно стволы веточки создавали объем можно такие не делать но я ради объема их сделала потому что в природе точно не такие есть я конечно не ботаник но очень уважаю ботаников садоводов огородников очень уважаю но я не ботаник я художник вот такая композиция у меня получилось хорошего вам настроения до свидания